Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью в студии Кристины Алексеева. Сегодня об итогах работы ушедшего 2022 года поговорим с представителем музея-заповедника имени Прозрителева и Прави. Заместитель директора по научной работе учреждения Егор Карагодин расскажет о самых значимых событиях 2022 года и, конечно, о планах по развитию на этот год. Егор Валентинович, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, в первую очередь, давайте поговорим непосредственно о самом государственном музее-заповеднике, его богатой истории. Вот с чего все начиналось? Расскажите немножко, напомните историю такого важного, нужного, знаменитого места нашего края, города, зрителям. Ну, начиналось все в далеком, уже теперь, 1905 году. Вот 24 февраля 1905 года Ставропольским губернским статистическим комитетом под председательством тогдашнего Ставропольского губернатора Вильяминова был официально учрежден Ставропольский губернский музей Северного Кавказа. Инициатором создания этого музея был присяжный поверенный, тогда так называлось, сейчас бы мы сказали адвокат, известный в Ставрополе общественный деятель, ревнитель старины Григорий Николаевич Прозрителев. Как человек деятельный, он вел помимо профессиональной юридической, еще и широкую просветительскую деятельность. И, собственно, он возглавил работу этого музея. Но одновременно с музеем Северного Кавказа в Ставрополе существовал еще один музей. Назывался он Городской музей учебных наглядных пособий. И инициатором его создания был также юрист, нотариус, общественный деятель, депутат Ставропольской городской думы Георгий Константинович Права. Со временем этот музей разросся, и ему было передано здание на Александровской площади города Ставрополя. Сейчас это площадь Ленина, собственно, это здание, где музей размещается. Головное здание музея размещается. То есть улица Дзержинского? Улица Дзержинского, 135 нынешняя. Тогда это здание было двухэтажным, выглядело оно несколько иначе, чем мы привыкли. В 1927 году музей Северного Кавказа, который возглавлял прозрителей и музей наглядных пособий, были слиты в одно учреждение. И, собственно, вот это вот и является нашим музеем. В 1930-е годы это уже был, конечно, Советский музей. Он тогда состоял из трех отделов. Природы, истории и социалистического строительства. И, в общем-то, его функции были в основном не столько просветительские, сколько вот такие наглядно-агитационные. В 30-е же годы в наш музей поступила крупная коллекция из Ростовского музея горских народов. Создавался когда-то такой музей в Ростове по инициативе Орджоникидзе. Но потом его расформировали и его коллекции передали в наш музей. В годы Великой Отечественной войны, тяжелые годы Великой Отечественной войны, музей не закрывался. Он работал, но об этом есть свидетельства современников. Конечно же, музейные коллекции очень сильно пострадали. Очень сильно пострадала коллекция этнографии, очень сильно пострадала коллекция кавказского оружия. Были украдены оккупантами некоторые наиболее ценные картины из художественного собрания музея. Но, тем не менее, благодаря самоотверженной работе сотрудников и, прежде всего, заведующей отделом истории Татьяны Максимовны Минаевой, ядро музейного собрания удалось сохранить. То есть, что-то спрятали, что-то закопали, что-то скрыли. И после того, как оккупанты были изгнаны, начали восстанавливать музей. Послевоенный период сфера деятельности музея расширялась. В тот период на него были возложены еще функции охраны памятников истории и культуры. В 1979 году было создано краевое музейное объединение во главе с нашим, тогда Ставропольским краеведческим музеем. И, в общем-то, сначала в это объединение входило 19 музеев в Ставропольском крае, потом присоединилось еще 14 музеев. Тогда была мода такая, создавалось очень много общественных музеев. Тогда очень активно работали ветераны, которые были еще живы, они были очень деятельны. И вот эта работа очень активно велась. Собственно, музеи, которые входили в свое время в это объединение краевое, сейчас это, в общем-то, самостоятельное государственное, муниципальное музей. И это та музейная сеть края, которую, в общем-то, мы сейчас имеем. В 1970 году музею было присвоено имя одного из его основателей, Георгия Константиновича Правая. Ну, а в 1993 году, с учетом уточненной истории и роли, скажем так, более полного понимания роли личности Григория Николаевича Прозрительева, еще и имя Прозрительева. В 1980-е годы музей пережил большую реконструкцию. Здание с 1984 по 1986 годы было надстроено. Старое двухэтажное здание превратилось в трехэтажное. Обрело тот облик, который мы имеем до настоящего времени. Ну, и, соответственно, на рубеже 80-х, 90-х годов стала формироваться та экспозиция, опять же, к которой мы сейчас привыкли. В 2005 году наш музей был преобразован в музей-заповедник. Ну, этот статус мы получили благодаря тому, что в составе нашего музея находится крупнейшее в Прид-Кавказе татарское городище, памятник археологии федерального значения. Ну, также в состав нашего музея структурными подразделениями входит картинная галерея пейзажа Павла Молосеевича Гречишкина, усадьба художника-академиста Смирнова с мемориалом Кастахи-Тагурова и музей в селе Татарка. Ну, также у нас есть отдел автономный, это музей истории терского казачества в казачьем культурном центре на привокзальной улице. То есть вот в таком виде музей сейчас функционирует, принимает посетителей. Действительно интересная история, такая длительная, глубокая, интересная. И такие сложные ситуации вы проходили, именно исторические, временные. И вот интересно знать, как сегодня работает музей, как вот те, тот накопленный опыт сегодня сотрудники реализуют. И, конечно, мы сегодня говорим по большей степени об итогах ушедшего 2022 года. Вот чем вы можете гордиться и что скажете о работе музея сегодня, в настоящее время, в современности? Ну, гордиться, прежде всего, конечно, стоит коллективом. Вот у нас очень большой, очень профессиональный коллектив. Вот у нас общее количество работников более 120 человек. Вот из них более 40 – это основной состав, это научные сотрудники, люди, которые, в общем-то, непосредственно собирают и хранят, изучают историю, культуру, этнографию, археологию нашего края. Вот, и распространяют эти знания среди наших посетителей. Вот у нас в коллективе большое количество людей с учеными степенями. Это доктор наук, вот наш замечательный, известный историк, краевед Николай Дмитриевич Судовцов, сотрудник нашего музея. У нас большое количество кандидатов в наук, у нас в коллективе 4 человека имеют звание заслуженного работника культуры Российской Федерации. Вот, ну и очень хорошая, очень перспективная молодежь сейчас. Вот, поэтому, конечно же, музей гордится своим коллективом. Вот, ну и работаем мы очень активно, работаем для нашего посетителя. Вот, за прошлый 2022 год мы приняли в музее, ну в головном музее, в филиалах более 130 тысяч посетителей. Вот, провели почти 3,5 тысячи часов экскурсий. Вот, создали более 100 выставок новых. Вот, и поэтому работа, в общем-то, очень активная, насыщенная, плодотворная. Да, то есть практически не проходит ни одного дня, буквально ни одного дня, чтобы в музее не происходило что-то новое. Вот, но помимо этого, надо, конечно, понимать, что в музее существует еще большое количество внутренней работы, да, которая не видна. Да, конечно, документы. Документы, да, учет и государственная регистрация новых предметов, новых коллекций, вот, сверка, фотофиксация, вот, подготовка, вот, различных справочных материалов, вот, контентов, видеоконтента. Ну, вот, статей научных, ну, и так далее, да, то есть это огромный такой массив работы, вот, который не виден, в общем-то, публике, но который, тем не менее, вот, составляет неотъемлемую часть нашей профессии. Вот, вот, год был очень богат на крупные мероприятия, вот, ну, в течение всего года мы в ряде выставок и мероприятий вспоминали и отмечали столетие нашего замечательного земляка, вот, заслуженного художника России, Павла Моисеевича Гречишкина, вот, ему в 2022 году. Вот, вот, был юбилей. Вот, конечно же, вот, мы очень много работали над тем, чтобы достойно представить год культурного наследия народа в России, который был объявлен в Российской Федерации в 2022 году. И мы реализовали несколько, в рамках этого года мы реализовали несколько интересных выставочных проектов, вот, в частности, в конце марта у нас открылась выставка декоративно-прикладное искусство Дагестана, где мы показывали ковры, керамику, предметы из металла и дерева, вот, произведения традиционных ремесел народов Дагестана. Вот, вот, выставка эта была очень такая, вот, значимая, вот, и, в общем-то, она очень хорошо показала, да, что наш регион, он богат собственными культурными традициями, в том числе и в декоративно-прикладном искусстве, в ремеслах. В сентябре-октябре у нас совместно со Ставропольским краевым художественным училищем тоже была большая выставка «Керамика. Связь времен и традиции». И на этой выставке мы представили публике различные предметы гончарного ремесла и декоративно-прикладного искусства, вот, как из собственных фондов, из археологической, этнографической коллекции, так и современные работы преподавателей и студентов художественного училища. Вот, с августа по ноябрь перед главным фасадом музея была развернута большая фотодокументальная выставка «Ставропольский калейдоскоп культур», которая тоже показывала, да, всем жителям и гостям города, насколько богат и многообразен культурно наш регион. И под эгидой тоже года культурного наследия у нас проходило главное мероприятие нашего рабочего года – «Ночь музея». То есть тоже, как бы, ежегодное, традиционное, значимое мероприятие, которое мы по традиции проводим в мае, который приурочен к нашему профессиональному празднику, Международному дню музеев, вместе, в общем-то, со всей страной. Ну, а 25 ноября, буквально вот в конце прошлого года, вот, мы открыли новую интересную экспозицию, которая называется «Говорит и показывает Ставрополь». Ух ты, о чём она? Она является совместным нашим проектом с государственной телевизионной радиовещательной компанией «Ставрополье». И в этой экспозиции представлены предметы, относящиеся к истории радио и телевещания в нашем крае. Начиная, в общем-то, с 1930-х годов, да, с первых шагов радио на Ставропольской земле, вот, и вплоть до наших дней. Вот эту выставку посетил губернатор края Владимир Владимирович Владимиров с председателем Краевой Думы Николаем Тимофеевичем Великданем, вот, ну, и целый ряд первых лиц, руководителей краевых министерств, ведомств и высших учебных заведений. Да, мы знаем, что студенты, журналисты посещали. Посещали, да, да, целая группа у нас была, от ваших молодых коллег. Вот, ну, и еще, конечно, нельзя не сказать о том, что к наиболее крупным, наиболее значимым мероприятиям прошедшего года, вот, мы относим фестиваль, второй фестиваль исторической реконструкции на татарском городище. Вот, в сентябре месяце я здесь у вас в студии подробно рассказывал о том, что это за мероприятие. Вот, первый фестиваль, который мы проводили в сентябре 2021 года, он собрал порядка 4,5 тысяч гостей, а в прошлом году к нам пришло уже около 20 тысяч гостей, вот, посетителей этого фестиваля. То есть, можно сказать, что на нашем, на наших глазах, вот, на карте края, да и, наверное, вообще на карте, вот, юга России появилась еще одна такая мощная, интересная точка и мероприятие в сфере культурного туризма. То есть, конечно же, мы в этом году и в дальнейшем будем вот этот фестиваль развивать, делать его более насыщенным, более интересным. Также в этом году мы получили грантовое финансирование на... В прошлом 2022 году. Да. Еще не перестроились мы с вами. Да, не перестроились еще, да. Вот, в прошлом 2022 году мы получили грантовое финансирование на реализацию проекта «Безвизовая история». Ну, суть проекта в том, что мы показываем студентам, иностранцам, которые живут и обучаются в Ставрополе, один из шедевров, одну из жемчужин нашей археологической коллекции, мавзолей Иландского правителя XI века. И вокруг этого мавзолея мы создаем целое действие. Нам в этом отношении помогает активно Ставропольский краевой театр «Кукол». То есть по мотивам этого памятника археологии будет создано целое представление театральное, призванное как раз-таки показать студентам, иностранцам, ну и вообще всем гостям нашего города, нашего края, насколько у нас глубокая история и богатые культурные традиции. Очень интересно, Егор Валентинович, даже не знаешь, с какой стороны продолжить, потому что, вот как вы сказали, запомнилось сразу более ста выставок, да, в 2022 году состоялось. Это очень интересно. Мы также знаем, что ваш музей идет в ногу со временем. И вот расскажите, может быть, об оборудовании, о каких-то современных технологиях, может быть, какие-то онлайн-встречи, мастер-классы. И вот как вы двигаетесь вот в этом направлении? Ну, двигаться в этом направлении – это, наверное, веление времени. То есть самая лучшая, на наш взгляд, возможность сохранить историю – это сделать ее доступной для как можно большего количества людей. И, конечно же, сейчас мы работаем не только в традиционных формах, таких как лекция, экскурсия, да, но и активно стараемся популяризировать свое наследие культурное в сети интернет. Ну, в частности, у нас наш сайт в музее – это сейчас не только, в общем-то, ну, обязательный атрибун любого учреждения, но мы активно работаем над тем, чтобы наш сайт, в общем-то, показывал любому человеку, да, в любой точке мира, вот, нашу работу и показывал то, насколько, в общем-то, наш музей богат. На нашем сайте размещено несколько интересных туров. Вот, например, на нашем сайте размещен проект «Крепостная гора. Историческая колыбель Ставрополя». То есть любой человек может, зайдя на сайт, посмотреть, какие объекты исторически находились на Крепостной горе, да, то есть с чего начинался наш город. Вот, на нашем сайте размещены материалы в рамках проекта «Историческая память Ставрополя». Это материалы о памятниках, мемориальных объектах, связанных с событиями Великой Отечественной войны на территории Ставрополя, Ставропольского края. Там же информация о Ставропольцах, героях Советского Союза, полных кавалерах Ордена Славы. Материалы, связанные с историей освобождения нашего края от немецко-фашистской оккупации в январе 1943 года. Также на нашем сайте размещены материалы, которые показывают нашу коллекцию, уникальную коллекцию археологической скульптуры, наш виртуальный лапидарий, в том числе как раз-таки тот мавзолей, о котором я чуть выше говорил. Кроме того, что работает наш сайт, у нас есть группа в одной из социальных сетей, где мы активно публикуем материалы, посвященные нашим коллекциям, нашим предметам, посвященные различным историческим деятелям, персоналиям. Материалы, которые связаны со знаменательными событиями в истории нашего региона. И это не только текстовый и фотоматериал. Мы в период пандемии начали готовить видеоконтент. Это видеоролики небольшие, которые посвящены различным местам нашего города, которые посвящены как раз-таки памятникам истории и культуры. То есть, в принципе, сейчас наши информационные ресурсы, они заинтересованному человеку позволяют, наверное, максимально глубоко погрузиться в историю края, в краеведение, найти массу интересных материалов для себя по этой теме. Спасибо большое за ответ. Очень интересно было услышать о том, что вы реализовали в прошедшем году. И я думаю, что мы с вами могли бы еще много-много говорить. Ну и буквально последний вопрос – это интересные планы на этот год, на 2023. Что вы запланировали, какие у вас цели, задачи и вообще какой рабочий настрой? Ну, настрой рабочий. Целей и задач у нас много. Мы будем работать, как и все предыдущие годы, для нашего посетителя. Конечно же, это год, связанный с юбилеем, 80-летием освобождения Ставропольского края от немецко-фашистской оккупации, от победоносного завершения битвы за Кавказ. И у нас уже в январе сейчас проходит цикл мероприятий памятных, посвященных освобождению Ставропольского края. 20 января откроется выставка, которая называется «Освобожденное Ставрополье». Мы перед фасадом музея в сентябре поставим большую фотодокументальную выставку «Несокрушимый Кавказ». И у нас также на эту тему будут две выставки ко Дню Победы. Мы очень надеемся, что проведем ночь в музее, что к нам опять придет много наших дорогих гостей, которым мы подготовили интересную, насыщенную программу. В мае-июне состоится очередной фестиваль пленарной живописи «Гречишкинская весна» в рамках Форума Творческих Союзов «Белая Акация». Ну а на сентябрь у нас запланировано проведение третьего фестиваля исторической реконструкции на татарском городище. То есть это все большие мероприятия, подготовка к которым ведется уже сейчас. Поэтому мы всех приглашаем в музей и надеемся, что каждый, кто к нам придет, найдет для себя что-то интересное и полезное. Ну в общем, планов много на этот год. Мы вам желаем, чтобы все вы смогли реализовать так же успешно, как и в ушедшем 2022 году. Я думаю, что наши зрители запомнили. Обязательно зайдут на сайт, посмотрят все анонсы мероприятий. И будут также внимательно, активно принимать участие во всех мероприятиях, которые вы проводите. Спасибо за визит в нашу студию. Благодарю за интересную беседу. Спасибо вам. Об итогах работы, ушедшего 2022 года, поговорили с представителем музея-заповедника имени Прозрителева и Прави, с заместителем директора по научной работе учреждения Егором Карагодиным. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». В студии была Кристина Алексеева. Не переключайтесь, оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова